Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов совершил первую рабочую поездку. Сегодня мы пойдем быстрыми решениями, я их всех чуть позже озвучу. В муниципалитете продолжается прививочная кампания от COVID-19. В нашем Ленинском городском округе порядка 7 тысяч, скажем так, жителей, которые были вакцинированы. Жизнь в танце. Чем живет хореографический ансамбль «Акцент» из Развилковской школы искусств. Я должен показывать, что это тоже очень интересно. Это замечательно, что... Ой, как я им завидую, как хорошо вы сделали. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов совершил первую рабочую поездку по территории муниципалитета. Совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком он побывал на некоторых проблемных участках дорог. О маршруте поездки узнаем у Екатерины Коваленко. Первой остановкой рабочей поездки министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрия Абарионова, а также депутатов и представителей общественности, стало Расторгуевское шоссе на пересечении с улицы Крымской, которое является выездом из микрорайона Восточная Бутова. В настоящий момент на производстве работ задействовано 18 человек и 8 единиц техники. По срокам мы заканчиваем данные работы по обустройству полосы торможения и разгонной полосы в концу следующей недели. К этому времени будет изменена схема организации дорожного движения. Обустроены карманы, полосы торможения и разгона, установлены стрелки на светофорах. Все для безопасного выезда из густонаселенного микрорайона. В этом году здесь вводится еще 70 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, это позволит уменьшить заторы на самом Расторгуевском шоссе. 15-20 процентов, которые утром идут в Москву, а вечером, соответственно, чтобы из поток вообще убрать. Схожие транспортные проблемы и в жилом комплексе «Пригород-Лесное». Сейчас здесь расширяется дорога для выезда общественного транспорта из ЖК на Володарское шоссе. Здесь узкое место, зажатое. Максимально расширить дорогу. Будем прорабатывать то, что можно будет сделать. Двухполосное полотно протяженностью 180 метров будет сдано через пару недель и станет хорошей временной мерой до начала работ по реконструкции Володарского шоссе. Под пристальным вниманием власти оказался и проектируемый проезд номер 5541 в развилке, который обеспечивает прямой выезд из поселка на трассу А-105. Мы просто столб обходим, да? Да. Столб обходим и справа, и слева. Да, да, да. МПОшку и знаки нужно поставить. Да, обязательно. И все, выезжаем напрямую на Каширку. За счет средств из небюджетных источников ухавы сменится гладким асфальтовым покрытием. Отремонтированная дорога позволит жителям развилки быстро и с ветерком добраться до Каширского шоссе. Мы сейчас вот ее делаем капитально. До конца месяца, я думаю, что мы своими силами справимся. Далее представители власти приехали к развилковской детской школе искусств. Большой проблемой здесь является отсутствие остановки для общественного транспорта. Ближайшая расположена более чем в километре от ДШИ. Мы сейчас за эту неделю проработаем с гаражом, чтобы сделать и на той стороне. Решение о том, что остановки быть и быть скоро, принято буквально на месте. Мы бьемся за, казалось бы, простое. Это остановка для детской школы искусств. Здесь дети ходят порядка километра пешком вдоль дороги. Непонятно, какая здесь загруженность трафика, большая автотранспорта. Но уже вроде мы сегодня добились, нас услышали. Министр нам пообещал, что мы до лета эту проблему решим. По итогам встречи составлена дорожная карта, которая включает два пути решений. Это быстрые решения и плановые решения. Вот сегодня мы пойдем быстрыми решениями. Я их всех чуть позже озвучу, потому что мы сейчас проработаем по земельным участкам быстро, оперативно. Это касается и перераспределения полос движения, это касается и светофорных объектов, и остановок, которые просят люди, и изменения маршрутов движения. По словам Дмитрия Оборенова, подобные выезды он планирует проводить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе наблюдается спад числа заболевших коронавирусной инфекцией. Специалисты связывают это с набирающей обороты прививочной кампанией. Все больше людей решаются на вакцинацию против COVID-19. Кому показана прививка и насколько просто ее сейчас сделать, выяснила наш корреспондент Юлия Погасьян. Через Видновскую районную клиническую больницу за время пандемии прошло несколько десятков тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Спасая людей, видновские врачи порой творили чудеса. Выхаживали тяжелых больных, давали им надежду на будущее. Когда появилась вакцина против COVID, они начали активно призывать людей пройти вакцинацию. В нашем Ленинском городском округе порядка 7 тысяч, скажем так, жителей, которые были вакцинированы. Это про первую фазу. Вторая фаза чуть меньше, около шести. И мы не нашли ни одного какого-то осложнения после введения вакцин спутник ВИИ. Поэтому думаю, что смело можно сказать о том, что она работает, она эффективно защищает. И на фоне нее достаточно хорошо растут антитела. Люди, переболевшие COVID и имеющие антитела, вместе с теми, кто сделал прививку, потихоньку формируют массовый иммунитет, который и должен помочь полностью победить инфекцию. Для этого получить вакцину должно не менее 70% жителей Ленинского округа. В муниципалитете созданы все условия, чтобы сделать это было быстро, просто и, разумеется, бесплатно. Молковская больница, детская поликлиника и Южная поликлиника. Ну и, соответственно, можно вакциниться в любой амбулаторию нашего Ленинского городского округа. Есть у нас еще пункт вакцинации в торговом центре «Вегас», который тоже неплохо работает. И вот с этой недели мы открыли пункт вакцинации в МФЦ. С понедельника по пятницу, с 10 до 15. А выходные дни, суббота, воскресенье – это в кинотеатре «Иска». Главный врач Винновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев уверен. Эффективность прививочной кампании увеличится, если вакцинировать людей массово. То есть целыми предприятиями, трудовыми коллективами. Перед тем, как сделать прививку, рекомендовано проконсультироваться с врачом. Заранее для этого идти в поликлинику не надо. Профильные специалисты работают в каждом пункте вакцинации. Сейчас в мире эта вакцина, она действительно признается, она действительно закупается и проводится вакцинация в разных странах. Скажем, днем все больше и больше этих стран. Поэтому думаю, что вряд ли это помешает выезду за границу. Опять-таки, все этапы и фазы вакцинации регистрируются в госуслугах в личном кабинете каждого. Теперь прививку разрешено делать и с наличием в крови антител после болезни. При введении вакцины имеющиеся антитела только укрепятся, а их количество увеличится. Что наилучшим образом защитит ваш организм от коронавирусной инфекции. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ирина Кошлева. ВиднетВ. Один из постоянно действующих пунктов вакцинации от COVID-19 открыт в Видновской детской поликлинике. Ежедневно здесь получают прививку десятки человек. Среди них оказались и представители руководства детской школы искусств. Они надеются, что своим примером смогут вдохновить своих коллег тоже пройти вакцинацию. Людмилу Лернер многие знают как активную общественницу, руководителя Ассоциации председателей многоквартирных домов Ленинского и городского округа. Но она также является заместителем директора Видновской детской школы искусств по безопасности. Прививку она решила сделать, чтобы не рисковать здоровьем своим и своих близких. Приехала на процедуру в обеденный перерыв, но времени потратила немного. Еще и перекусить успеет. Это очень быстро. Через госуслуги все записываешься. Приходишь с паспортом с НИЛС и полис ОМС. Это буквально пять минут и вся процедура. Людмила приехала в компанию с директором школы искусств Ларисой Пахвалиевой. Руководитель учебного заведения отмечает, что отношение к прививке в коллективе неоднозначное. Много сомневающихся. И она надеется, что ее пример послужит дополнительным стимулом для коллег. Некоторые люди совершенно осознанно прививаются. Весь административный персонал уже у нас привился. Педагоги тоже, собственно говоря, проявляют инициативу. Но некоторые еще относятся с опасениями. Но я думаю, жизнь она расставит в своей точке. И альтернативы вакцинации-то нет. Либо болеть, либо вакцинироваться. Каждый выбирает для себя. Сделать прививку в детской поликлинике можно ежедневно с понедельника по пятницу. С 8 до 20 часов. В субботу и воскресенье с 8 до 14. Семь бед, один ответ. Срочно в больницу. Житель подмосковной Каширы попал в стационар с травмой ноги. А позже у него был выявлен инсульт и коронавирус. За жизнь мужчины боролись видновские медики. Житель подмосковной Каширы 3 февраля шел на работу. Но неудачно упав, отправился в настоящий тур по больницам Подмосковья. В местный стационар он попал с переломом ноги. Там же спустя некоторое время пережил инсульт. Как известно, беда не приходит одна. Кроме внутрисуставного перелома, инсульта экспресс-тест выявил у мужчины COVID-19. После чего пациент был экстренно переведен в многопрофильный коронавирусный стационар Видновской районной клинической больницы. Операцию на голени мужчине делали уже здесь. После проведенной подготовки был соперирован, была установлена интермедулярная металлоконструкция с учетом его перелома непростого, внутрисуставного. Сейчас, после операционный период, проходит благоприятно. Прогноз благоприятный. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой. Врачи очень хорошие, внимательные. Операцию сделала, я считаю, очень удачно, грамотно. Медики замечают, что длительный предоперационный период не повлияет на дальнейшее сращение перелома и восстановление опорно-двигательной функции пациента. Александра Столярова, Елена Кошелева, ВИДНОЭТВ. В детских садах Подмосковья сотрудники госавтоинспекции на прошедшей масленичной неделе провели занятия для детей, где в игровой форме объясняли им правила дорожного движения. Провели мероприятие в одном из дошкольных учреждений Ленинского городского округа, где для ребят подготовили тематический мастер-класс. Сначала малышам рассказали о значении дорожных знаков, правил перехода проезжей части и объяснили, как регулируется дорожное движение. После этого сотрудники ГИБДД рассказали детям об истории масленицы и предложили нарисовать светофор глазурью на символах праздника – блинах. Эту глазурь можно кушать, ребята. Вот как бы светофор у нас получился. Зиму проводили и в парке Сосенки в Видном. Ежегодно здесь на Масленице собираются семьи с детьми. И как прошел праздник, расскажет Александра Столярова. Одной из 30 площадок проведения масленицы в округе является парк Сосенки в Видном. Это место традиционно притягивает семьи с детьми, ведь игровая программа рассчитана на юных зрителей, а проводит ее клоун Алекс. Но в этом году и взрослым не дали постоять в сторонке. На радость ребятам и родителей втянули в масленичные забавы. Готовы? Аня, соберись! Раз, два, три, кинай! Масленица – это время, когда вместе с зимой символически сгорает все старое и ветхое, уступая дорогу весне, переменам и обновлению. Но это праздник длиной к целую неделю. Я могу поспорить, что не все знают имена всех семи масленичных дней. Так, ну, понедельник – встреча, потом заигрыш, разгул, по-моему, и заловки на посиделке. Вот это те, которые, скажем так, помню. Нет, не все. Вчера она широкая, а сегодня... Теща да блядыша ходит, я, наверное, тоже не знаю. Ну, в понедельник там встреча, начало масленицы, потом как-то заигрыш вроде, среда – лакомки, в четверг – перелом, а в пятницу – к тещи на блины, тещи – на вечерки. В субботу – заловки на посиделке, и в воскресенье самое интересное – это когда проводы масленицы, ее сжигают и встречают весну. Как известно, физическая активность повышает аппетит, поэтому всех гостей накормили блинами и согрели чаем. Как тебе праздник? Хорошо. А кормят вкусно? Да. Ну, я вот уже два раза ходила сегодня на масленицу, на эту и около бассейна. И как тебе? Нормально. Блин, и дай. Ну, хорошо. Да, ребята, хорошо. Прям весело так. Все стараются, молодцы. Ребятушки такие веселые. Это очень радостно, несмотря что сегодня такая вот, казалось бы, проводы зимы, а зима не хочет отступать, но это все как-то вот скрашивает, и очень приятно смотреть на это, чем… Ну, впереди весна, поэтому всех радость. Ну что, все готовы? Провожаем зиму! И даже сожжение чучела здесь превратили в игру. Почти сгоревшую масленицу дети закидали снежками, как бы говоря. Уходи, зима, и холод бери с собой. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Танцевать нужно прежде всего сердцем. В этом уверен выпускник ГИТИСа, руководитель хореографического ансамбля «Акцент» Развилковской школы искусств Александр Гуревич. О нем и его воспитанниках наш следующий сюжет. 24 марта хореографический ансамбль «Акцент» Развилковской детской школы искусств отпразднует свое 16-летие. Все эти годы его возглавляет лауреат московского и всероссийского конкурсов артистов эстрады балетмейстер Александр Гуревич. Я пытаюсь, чтобы дети не просто механически делали какие-то движения, а я их внутренне наполняю. Я раскрываю прежде всего, чтобы все шло отсюда. Открыл ручку, чтобы она отсюда шла, твоя рука. Не просто никакой, чтобы я механики ненавижу. Трудно поверить, но самому Александру Семеновичу в апреле исполнится 70 лет. За его плечами учеба в ГИТИСе, работа в различных танцевальных ансамблях и в Москонцерте. В 2001 году с его приходом в Развилковскую ДШИ здесь было открыто хореографическое отделение. Александр Семенович очень ревностно относится к качеству своей работы. Если номер не отрепетирован, если хотя бы один ребеночек танцует не музыку, номер не будет выпущен на сцену. Это качество присуще Александру Семеновичу одному, наверное, из немногих хореографов, которых я знаю. Он борется за каждое движение, за каждый шаг. Опытный хореограф не только проявил любовь к танцу сотня мальчишек и девчонок, но и собрал коллектив, принесший родной детской школе искусств уже немало наград. Каждое твое «па», каждое движение – это ты о чем-то говоришь. И я, сидящий в зале, совершенно не знающий, что такое «та», я должен понимать, что ты выражаешь своим движением, своим танцем. Удается, удается, удается. Сколько времени я вынимаю из них душу вот отсюда, чтобы они действительно это делали. Ученики на каждое занятие приходят как на праздник и готовы заниматься танцами часами, оттачивая свое мастерство. Говорят, их руководитель хоть и требовательный, но очень добрый. Он очень грамотный, он очень давно учит детей хореографии, и мне кажется, что он особенный. Он придирается ко всем детям, чтобы они хорошо работали, и если какие-то ошибки, он старается их как можно быстрее исправить. Я получаю большое удовольствие, домой прихожу с хорошим настроением после танцев, мне очень нравится заниматься танцами. Как ты думаешь, это во многом благодаря педагогу в том числе? Да, благодаря педагогу. Он очень добрый, всегда хорошо объясняет, никогда не ругает ни за что. Когда с ними занимаешься, вы знаете, что никакое притворство, они чувствуют все, ничего. Я должен с ними гореть, я должен показывать, что это тоже очень интересно. Это замечательно, что, ой, как я им завидую, как хорошо вы сделали все. Конечно, и кнутом, и пряником всего надо добиваться. Сейчас ребята готовятся к участию в областном танцевальном конкурсе Подмосковья, также в ближайших планах ансамбля и его руководителя, большой сольный концерт из 12 танцевальных номеров. И, как уверяет Александр Гуревич, совсем скоро мы увидим это представление. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.